МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время последнего в этом году заседания народные избранники вспомнили. Согласно уставу, полномочия действующего главы заканчиваются только с момента вступления в должность нового мэра. Александр Кузнецов продолжит. Господа, у нас небольшая коллизия. Когда эту фразу под занавес заседания произнес перенявший пост председателя Думы Валентин Шептяков, все в зале поняли – запахло сенсацией. У Андрея Николаевича закончился срок трудового договора, который он заключил. И только полномочия его, как главы городского округа и председателя Думы, соответственно, по нашим уставам, есть и действуют. А это значит, что вернувшись из отпуска Андрей Кислицын вновь займет кресло главы Заречного. Как выразились депутаты, чиновник слишком рано проводил себя на заслуженный отдых. Вопрос об оплате его труда и заключении, возможно, нового трудового договора решится в рабочем порядке. Он есть, он действует, он избранный. И пока полномочия его... Помимо мэра подумали депутаты и о жителях. На 6% решили повысить плату за пользование жильем, его ремонт и содержание. Платить больше за Реченцы начнут с июля будущего года. В процессе обсуждения народные избранники отклонили варианты со снижением платы на 10-ю часть и с резким повышением на 12% со второго полугодия. Это действительно резкое увеличение. Это такой шаг, который сразу бросается в глаза, уже хотя бы потому, ага, выборы закончились, можно делать что угодно. Рассмотрели депутаты и вопрос с движением пассажирских автобусов по маршруту Боярка-Курманка-Заречный. Напомним, жители сельских населенных пунктов из-за перебоев с транспортом не могли вовремя попасть на работу и домой. А выходные и праздничные дни и вовсе оставались отрезанными от города. На сегодняшний день вопрос решен. Круглый год будут выходные и праздничные дни проводить маршрутная перевозка круглый год. Значит, и еще дополнительные изменения были внесены по просьбе жителям с корректировкой времени расписания в будни. По утрам и вечерам автобус теперь будет ходить с получасовым интервалом с 6.30 утра до полдевятого вечера. В выходные и праздничные дни интервал будет увеличен до часа. Всего на этом заседании депутаты успели рассмотреть 9 вопросов, а уже после дали оценку своей работе в этом году. Здесь они проявили удивительное единодушие. Были решения какие-то, может быть, не всегда зависящие Думы, принятые вопреки здравого смысла, но тем не менее Дума очень даже, я считаю, положительная и, самое главное, работоспособная. Дума работает, кончается четвертый год, хорошо работает Дума. Я считаю, что работа в этом году, она, конечно, была разная, неоднозначная, но надеемся, что все-таки на пользу городу. В следующий раз хорошо поработавшие депутаты встретятся уже в новом году и, видимо, вновь под председательством Андрея Кислицына. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Все на елку. Накануне в Заречном открылся новогодний городок. К этому событию администрации ИБС готовились полтора месяца. Именно столько времени ушло на проектировку и строительство. Напомним, городская елка нынче одна и находится она на бульваре Олещенково. Впервые за долгое время мы вернулись на эту замечательную площадку. Когда-то давным-давно здесь уже был новогодний городок. И мы очень рады, что станция поддержала инициативу города провести именно совместный городок именно здесь. Елку, украшения, лед, аттракционы предоставила Белоярская АЭС. Как отмечали многие на открытии, новогодний городок нынче не просто снежный, но и светлый. Зеленая красавица удачно вписалась в световую композицию бульвара. Праздничную часть открытия взяли на себя коллективы Дворца культуры. Организаторы не нарадуются. На снежном городке столько народу еще никогда не собиралось. К сцене не подступиться. Да и на горках огромные очереди. Добавим, горожане на бульваре смогут встретить и Новый год. Здесь в ночь на 1 января обещают устроить большой праздник. Мне нравится то, что ледовый городок построили на новом бульваре. И вообще мне весело и всем весело, так как здесь горок больше и ребят и веселье. В Заречном продолжают отмечать День энергетика. Праздничный концерт заканчивается в эти минуты во Дворце культуры «Ровесник». А накануне виновники торжества работали до самого вечера. Свой профессиональный праздник на рабочем посту встречали и сотрудники электроцеха. К тем, кто дарит городу свет, присоединилась и наша съемочная группа. Что-то подсказать, подстраховать или просто дать совет, как сделать правильно. Мастер кабельного хозяйства и городского освещения – та должность, которая не требует работы на высоте и тонких навыков обращения с электричеством. Задача Сергея Мажаева – контролировать. И с ней он справляется идеально. Наш руководитель, я уже с ним около 20 лет проработал. Сам уже вот 32 года почти. Провесник третьему блоку, узкую. Нормальный руководитель. С людьми вот умеет, подход к людям. Ну что еще. Ну что, хороший у нас начальник. Находить общий язык с людьми, считает Сергей Мажаев, его главная и самая сложная на сегодня задача. И дело даже не в том, что не всегда получается угодить жителям, а в том, что у каждого из них свое мнение о том, каким должно быть уличное освещение. Тяжело очень работать, потому что у людей у каждого свои амбиции, свои претензии, особенно с уличным освещением в нашем городе. Не горит где-то лампочка около подъезда. Все, конечно, это очень тяжело работать с людьми. Опыт общения с людьми или с электросетями пришел с годами. За плечами Сергея Евгеньевича почти 30 лет работы в электроцехе Белоярской атомной станции. Сначала 9 лет электромонтером, а после с 1991 года мастером на участке сети и подстанции в Заречном. О выборе руководителя, говорят, на станции еще ни разу не пожалели. У мастера Сергея Мажаева есть то главное качество, которое ценят на важных должностях – надежность. Если он за что-то берется, то он не требует постоянного контроля или чего-то. Он работает самостоятельно. Я, в общем-то, спокоен. Дело будет сделано. Сегодня под руководством Сергея Мажаева всего два человека. Но втроем эти люди на протяжении уже не одного десятка лет умудряются делать город светлым. Работать приходится и в дождь, и снег, и самый лютый мороз. Признаются, в их профессии так называемый закон подлости действует как нигде точно. Все поломки происходят в непогоду. Но даже работу в таких условиях мастер считает любимой. Участок у нас неплохой. Люди и народ у нас тоже неплохие. В общем-то, специалисты, асы своего дела есть. И даже в свой профессиональный праздник, День энергетика, Сергей Мажаев вместе с коллегами на работе. В канун Нового года перед ним стоит непростая задача – зажечь бульвар и новогоднюю елку, чтобы уже вечером подарить людям не только свет, но и радость. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. И в продолжение праздничной темы. В Краевеческом музее Заречного обновилась выставка, посвященная Белоярской атомной станции. Первые, кто увидел новые экспонаты – школьники. Им не только рассказали о тех, кто зародил энергию в Заречном, но и позволили в энергетиков перевоплотиться. Чьи мечты разлились в Белоярском водохранилище, о какой трубе интересовались дети, расскажет Екатерина Тонких. Моисей Львович Калмановский. Человек-история Моисей Львович Калмановский, пожалуй, самая важная персона выставки. Он первый директор, начавшийся строиться Белоярской атомной станции. Человек, который поднял первый блок атомной станции и сэкономил при этом государству 8 миллионов рублей. Это он мечтал о Белоярском море. Именно здесь, на дне Белоярского водохранилища, он сказал жене о своей мечте. Теперь это место находится под водой. Глубиной 21 метр. Работаю я здесь в Заречном 50 лет, то есть 3 мая 61-го года я вышел на работу на Белоярскую атомную станцию. Первостроитель Валерий Николаевич Третьяков был лично знаком с первым директором станции. Был его правой рукой. Первый главный инженер станции рассказал ребятам, что поднимался на трубу БС из-под земли. Пролез эту станцию, как говорят, на пузе. С самого низу, отметка минус 7,50, до самого верха я бывал на трубе. По работе мне приходилось. На трубу? На трубу, там, вне сети. Рассказал первопроходец и о том, как и в каких условиях приходилось работать. Показал специальную одежду с чудо-свойством оставаться всегда чистой. В таких лавсановых костюмах и сегодня работают сотрудники Белоярской АЭС. Ребята испытать эти свойства решили на себе. Ученик 4-го класса в таком прикиде даже готов ходить в школу. В этом костюме очень удобно. Мне кажется, он хорошо защищает от радиации. Эти костюмы, как и всю обновленную экспозицию выставки, представила музею Белоярская атомная станция. Сегодня здесь представлено более 200 экспонатов, рассказывающих об истории городообразующего предприятия. От первопроходцев до эксплуатационщиков. От строительства и работы до карнавала и отдыха. Увидеть все это может любой желающий в будние дни. Помимо школьников и ветеранов БС, здесь ждут и сотрудников станции. Экскурсоводы уверены, у них есть чем удивить действующих атомщиков. Екатерина Тонких, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Участникам самого массового дезаморфинового притона в Заречном сегодня вынесли приговор. Напомним, 10 крокодильщиков были задержаны в одной из квартир на Ленина 26А летом этого года. Там же правоохранители обнаружили и все необходимое для изготовления запрещенной дозы наркотика. Судебное разбирательство по делу велось почти 4 месяца. Детали из зала суда в нашем сюжете. Главный обвиняемый по делу Семен Малыгин и его подельница Надежда Домрачева сегодня уже на пару за решеткой в ожидании приговора. Третьего участника, находившегося на свободе, ждали 20 минут. Но Константин Денисенко к началу заседания не явился, тем самым разозлив судью не на шутку. Денисенко это не нет. Это самая великая глупость, которую можно было только сделать. Человеку, который ожидает приговора. Приговор судья все же зачитал. Денисенко, Домрачева и Малыгин обвиняются в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 10 июля этого года подсудимые были задержаны на квартире Семена Малыгина в доме 26А по улице Ленина. Вместе с ними еще 7 человек. Они по делу проходили только как свидетели. В процессе судебного разбирательства все трое подсудимых дали признательные показания и подтвердили, что в тот день они действительно изготовили дизаморфин с целью личного употребления. И даже рассказали, кому и какая роль в этом сложном химическом производстве была отведена. Денисенко измельчил таблетки, содержащие кодерин и перемешал бутылки с бензином. Домрачев смыл красный фосфор, чертка шеи, спичечный коробков. Амалыгин высушил спиртовый раствор йода, смешал все указанные ингредиенты. А после обладания поднимыми знаниями, путем проведения химической реакции с использованием электроплиты, бытовой посуды получил раствор наркотических средств. В диване на наркопритоне оперативники нашли почти 8 граммов произведенного здесь же дизаморфина. А это уже особо крупный размер. Отягощает этот факт еще и наличие у Семена Малыгина двух судимостей. А у Домрачева и Денисенко неоднократных административных разбирательств, связанных с производством, хранением и употреблением наркотических веществ. В то, что после процесса они останутся на свободе, мало кто верил. Малыгина Семена Владимировича, Домрачева, Надежда Александровна и Денисенко, Константина Николаевича признать виновными в совершении преступления предусмотренной части 2 ст. 228 ГК РФ и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы. Малыгина Семена Владимировича сроком на 4 года без дополнительного наказания в виде штрафа. Домрачева, Надежда Александровна, сроком на 3 года без дополнительного наказания в виде штрафа. Денисенко, Константин Николаевич, сроком на 3 года без дополнительного наказания в виде штрафа. Третий подсудимый Денисенко приговор прослушал. Он забежал в зал суда после оглашения. Уже приговоренного тут же взяли под стражу. Константин Денисенко и Надежда Домрачева отбывать наказание будут в колонии общего режима. Семена Малыгина судья решил отправить на строгий режим. При этом Константин Мусафиров подчеркнул, что изоляция от общества пойдет осужденным на благо. Екатерина Танких, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Свалка мусора возле дома номер 3 на улице Олещенкова с каждым днем становится все больше. По словам жителей, мусоровозы прекратили вывозить отсюда пакеты с отходами примерно месяц назад. Возмущению людей нет предела. За 20 лет, сколько я здесь живу, больше даже никогда такого не было. Это вот декабрь идет, это первый месяц такого. Были кучи, не вывозился мусор. Но как-то в последнее время все было организовано. А сейчас, куда мы только не писали. Никто не хочет решить эту проблему. Причем все знают, во всех инстанциях. Раньше скопившийся здесь мусор вывозили практически каждое утро. Последние недели мусоровозы в этом дворе вообще не появляются. Мы уже рассказывали про эту проблему в начале декабря. С тех пор ничего не решилось, а гора отходов увеличилась в несколько раз. Больше всего жителей беспокоит, что свалка образовалась возле трансформаторной будки. Среди мусора много бумаги и тряпок. Их легко поджечь и устроить пожар. Нежелающие наблюдать под окнами такой пейзаж уже обращались за помощью и в управляющую компанию, и в ЗМУДЭС. Там со свалкой бороться уже устали. Говорят, призывать жителей к порядку бесполезно. Единственный выход, который видят коммунальщики, поставить на этом месте баки. Установить их здесь обещают после Нового года. Эта неделя продолжает радовать нас солнечной и теплой погодой. Выходные похолодания не намечаются. Прогноз от Гесметио прямо сейчас. В субботу днем столбик термометра застынет на отметке минус 6 градусов. Весь день будет солнечно, осадков не ожидается. Ночь на воскресенье похолодает до минус 9, а вот днем снова 6 градусов ниже 0. Ночью минус 7. Весь день 25 декабря будет пасмурно. Однако снегопады синоптики не обещают. Атмосферное давление выходные стабильное. 740 мм ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. И это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам сегодня. В следующий раз программа «Детали дня» выйдет в эфир во вторник. До встречи.